Рекординг прогресс! Привет, Маша, расскажи о себе! Привет, меня зовут Маша, я в США с 2015 года. Переехали мы с мужем, то есть я одна из тех жен, которые переехали, не знаю куда, не знаю зачем, то есть не выбирая страну, не говоря по-английски, и вот уже 7 лет учится, 7 лет мы в Штатах, и вот за 7 лет уже стала на ноги самостоятельно. Супер, супер! И сегодня мы будем говорить о том, как начать карьеру в IT, и хочу с тобой пообщаться по поводу карьеры продакт-дизайнера. Ко мне приходит очень много людей и спрашивают, вот хочу начать карьеру в IT, но не знаю вообще, что делать, с чего начать, куда идти. Я сама лично могу их проконсультировать по продакт-менеджменту, но абсолютно не понимаю, как начать карьеру в продакт-дизайне. Вот расскажи, пожалуйста, как и когда ты решила заниматься дизайном? Ну вообще путей начать в дизайне очень много, я расскажу про свой, это еще не является одним единственным верным способом, позже можем поговорить более детально о тех путях, которые я на своих глазах видела, моих друзей и знакомых. Мой путь начался так, у меня образование ОМГУ, психологическое, второе управление персоналом. Я там в России как-то еще немножко где-то как-то в этой среде работала, но, в общем-то, когда мы сюда переехали, я понимала четко, что без английского, без нормального опыта работы, который может как-то транслироваться, я, в общем-то, на местном рынке ничего не стоя. И я начала заниматься всякими другими вещами, где я хоть чего-то стоила, например. Я стала заниматься макияжами и прическами, я этому немножко училась в Омске, но оказалось, что этого немножко на американском уровне вполне достаточно, чтобы как-то достойно себя проявлять. Я знаю, американский сервис, можно хоть немножко уметь попилить ногти, и ты уже прекрасный профессионал. Да, да, да. Уровень был ниже, и поэтому я просто серьезно как бы впала в такую первую... То есть два месяца эйфории прошли, вот мы переехали, я лежу такая у бассейна, с видом на даунтаун, все прекрасно и здорово, месяца два я наслаждалась вообще. Просто там отличная жизнь, просто удачно вышла замуж. Но через два месяца стала поднакрывать, что ну как бы, ну, а я-то что буду делать? То есть ждать мужа с работы, когда он там придет, вот, ну, вообще не мой вариант. То есть я стала понимать, что ну как бы уже все, хватит сидеть. Уже оправдание, что я не знаю английский, как бы никакого удовлетворения не дает. То есть надо как-то начинать. И вот тогда муж тоже действительно помог ему, что ты умеешь делать? Что бы ты могла уже делать? Не когда ты выучишь английский, а уже. В общем, так как там потихоньку мы дошли до того, что вот такой легкий вход будет в макияж и прическу. То есть начинала там с очень низких рейтов, поэтому как бы люди брали. Вроде как так начала учить английский, но всегда знала, что я как бы вернусь куда-то обратно, вот, вот, в умственную боль такую деятельность, меньше руками. Вот. Ну, эти воли таланта у меня, на самом деле, никакого зуба нет, и, ну, развиваться в этом направлении тоже мне очень-то хотелось. То есть до какого-то степени было интересно, потом понимала, что занимаюсь. Ну, вот, в общем, тогда я начала уже посмотреть, куда я могу себя придеть. Что я знала уже там, вот, вот, project management, я уже немножко понимала, что это вообще о чем. Но мне хотелось, ну, больше узнать вообще, какие пути, возможности. Я начала встречаться со всеми. Вообще просто, ну, так как мне было дело. Ничего, я же не работала, правильно. Я ходила на кофе-митинги со всеми, кто только со мной соглашался пойти на кофе-митинги. В основном-то, конечно, были ребята с работы мужа. Ну, потому что все, в общем-то, кого я знала, потому что знала и никого. Ну, и какие-то русскоговорящие люди. И, в общем, я начала встречаться с project management. Сначала, конечно, понимать, с чем отличаются эти две профессии, принципиально разные, как теперь выяснилось. Хотя тогда мне казалось одинаково. И тут я встретилась там с двумя-тремя дизайнерами, и они просто разорвали мой шагом. Я как бы шла с одним представлением, что они делают. А они делают совсем другое. Я думаю, интересно, ведь я ведь тоже такое могу делать. Ну, то есть не полностью, не от и до, но, в принципе, мой предыдущий опыт в России, который был там, я также работала в IT-компании, просто в другой должности. Можно, в принципе, как-то притянуть. И, в общем, на одном из таких кофе-митингов один из коллег моего мужа сказал, тебе нужно пойти вот в эту школу, но школа начинается через год. И, в общем, вот тебе есть год что-то делать. Если ты хочешь, просто приходи к нам и смотри, что мы делаем. Ну, я, конечно, хотела. И, в общем, вот так целый год я ходила, помогала туда-там. И когда я закончила этот год, я уже четко понимала, что, да, это то, что я хочу делать. Давай немножко вернемся назад. Вот ты сказала, что когда ты общалась с дизайнерами, что-то тебя триггернуло такое, что ты поняла, что эта профессия для тебя. Что это было? Ну, я думала, что это дизайн все-таки рисовать. Что-то рисовать и много. То есть, если я не умею рисовать, то, в общем-то, если я не училась на художниках, то, в общем-то, мне путь заказывал. Но оказалось, когда я с ней начала всем говорить, что это все-таки про нужды пользователей. А меня же на психпаке этому как-то учили. Ну, то есть, в разном, в другом направлении, да, но, в принципе, выявлять чьи-то ценности, потребности, это я, в этом непонятно. Вот, а если это как бы основная часть работы, то, ну, ничего себе. То есть, эту часть я уже умею делать. И потом что вы делаете? Как вы рисуете? А, нет, уже готовый дизайн-системы, в общем-то, есть там, драгон-дроп. И я такая, о, как, я тоже умею. То есть, не надо изучать цвет, не надо изучать шрифт, и вот это вот все сложное. Нет, ну, как бы можно, если ты хочешь, но куча работ, где это тебе не потребуется. И тогда просто для меня щелкнуло, потому что это как раз то, что я не умела и не очень хотела уметь делать. Ну, как бы на каком-то уровне, да, но не то, чтобы я не видела это в своей карьере. А если можно быть дизайнером, не понимая в цвете, в шрифте, вот во всем визуальном, это вообще для меня было великолепным открытием века. Правильно ли я понимаю, чтобы быть продуктовым дизайнером, не нужно быть Пикассо, не нужно там рисовать, я не знаю, картины, да, нужно просто хотя бы иметь желание разобраться в психологии или уже разбираться, иметь интерес к потребностям пользователей, как бы учиться вот эти потребности определять. Потому что, ну, тоже как бы для меня было ощущение, что вот если идти в дизайнер, ты должен уметь рисовать. То есть получается это не так? Это не так. Есть компании, где это очень сильно ценится, вот так умение рисовать тоже, но очень много работ, где это действительно не нужно. Особенно в больших компаниях этим занимаются другие люди. И вот просто, и главное умение, это умение колобрей как-то сотрудничать. Общаться. Да, то есть умение общаться куда важнее, чем умение делать все. Я не встретила ни одного дизайнера, который бы одинаково успешно делал все, просто разные фокусы. И если ты знаешь точно свой стронг, ну, как-то сильные стороны, и о них можешь конкретно четко говорить, вот это я умею, вот это я не умею, или не хочу, или могу научиться, то есть в зависимости. Этого достаточно. То есть никто не умеет все, чтобы найти good fit. Это как бы достаточно иметь один сильный скиллсет. Да, я помню из своего тоже предыдущего опыта компании у нас был большой пункт дизайнера. Был дизайнер, который просто из кубиков складывал какие-то там прототипы, да. И был дизайнер, который занимался так называемым UX-дизайнером. Он занимался вообще какой-то там психологией исключительно. Мне кажется, он руками даже вообще ничего не делал. Был дизайнер, который рисовал исключительно иконки, да, потому что это прям отдельный скилл вот в этом маленьком учителях уместить смысл. Был дизайнер, иллюстратор, который рисовал нормальные картинки, да, и так далее. То есть какой-то огромный пул дизайнеров, которые что-то отдельно делали. То есть и исходя из твоих скиллов, да, что ты умеешь, ты любишь делать, в принципе, ты можешь выбрать то или иное направление в дизайне. Да, супер. То есть я, например, делаю хорошо, то есть лучше всего я делаю ресерч, архитектура, и потом какую-то low fidelity, если нет дизайн-системы. То есть дизайн-системы с нуля, там дизайн-лаборит, там все там цвета, формочки, я не нарисую. То есть я могу, но лучше меня на это не нанимать. Но, например, многие дизайнеры, я работала с такими, которые, наоборот, не могут делать ресерч. Ты мне просто скажи, что делать, или не могут делать архитектуру, они могут продумать все кнопочки, что куда идет, там все flows не могут продумать. Но я могу, я хочу. То есть я буду вот это вот делать, а потом кто-то другой будет делать это. И часто компании понимают, что за этим будущее разделять и властвовать, и, в общем-то, нанимают комплементарные скиллсеты, чтобы как раз покрывали, чтобы все было качественно, а не что-то одно было качественно, а все остальное по статусному принципу. Супер, абсолютно согласна. Мне еще понравилось, как ты вообще начала искать профессию. То есть ты сказала, что ты пошла просто общаться со всеми, с кем только можно, кто только с тобой вообще готов был попить кофе. Круто, что у тебя есть муж, и у него есть коллеги в IT. Но, в принципе, если у тебя нету таких людей, ты можешь просто зайти на какие-то местные чатики, в какую-то русскую комьюнити. Итапы, да. Итапы, да. Ну, еще, на самом деле, как я расширяла свой пул, потому что она в Крамхане как бы там работает, между словом, 15 человек, они достаточно быстро закончились, правильно? На тот момент работала. Что я дальше делала? С каждым с ними разговаривала, спрашивала. Это было все отлично и здорово, спасибо большое, мне очень информативно. А есть ли у тебя кто-то, кто дизайнер и мама? Кто дизайнер и иммигрант? Или говорит английский, не первый язык. Кто дизайнер и... Ну, делает по-своему ресерчек. И вот что-то, что в разговоре всплывало, я вот зато цеплялась и говорила, конечно, я тебя познакомлю. И все, и то есть следующее. Потом следующее мы опять назови мне двух человек. И вот каждый человек мне давал еще двух человек. В общем-то, пул никогда не заканчивался. Слушай, это реально отличный совет. Действительно, ты пообщался с кем-то, ты спрашиваешь какую-то рекомендацию. Я тоже в каком-то видео советовала перед тем, как приезжать в страну, иммигрировать, я не знаю, пройдись по своему фейсбуку или напиши там пост, я еду туда-то, пожалуйста, порекомендуйте мне людей, кого-то, кого вы знаете, чтобы уже на месте ты приехал, у тебя уже был там, не знаю, пять человек, людей, которые ты потенциально можешь знать, с которыми ты можешь хотя бы стартануть, начать вот этот вот свой нетворкинг, который так вообще необходим не только для работы, но и, в принципе, для жизни. То есть там... Знаешь, это очень-очень важно. Вообще нетворкинг, особенно в новой стране, это очень важно. Сейчас я рассказала, как я искала вообще, что я хочу, чем я хочу заниматься. Точно так же я искала свою первую работу. Просто я встречалась, встречалась с людьми. И я на мою работу, которую я в итоге получила, я на нее не оплавилась. Я просто хватило мне наглости в LinkedIn написать человеку и пригласить его на кофе. Потому что у нас там были общие знакомые. На кофе он со мной не пошел. А работу дал. Супер. Давай к первой работе мы перейдем чуть позже. Давай поговорим про школу. Ты сказала, что ты пошла в школу, но перед этим у тебя еще была, правильно я понимаю, стажировка. Да, я не знаю даже, можно ли каким-то формальным словом это называть. Я просто приходила, помогала, ходила на митинги, сделала какую-то такую муторную работу. То есть какой-то там ресерч, прочитать много документов и вывести какое-то заключение. То есть вот такого типа работы. И внутренние проекты внутри компании. Типа построить дизайн библиотеку информации. То есть что у нас есть. Что во все определения. То есть это мне очень помогло, потому что я все это читала, чтобы собрать какую-то структуру. Все такие вот всякие разные проекты. Не конкретно пойти что-то клиенту презентовать. Потому что я вообще была тогда к такому не готова. А английский мой был плохой. Но в общем-то в митингах всех участвовала. Опытом играла. Да. И потом я пошла в школу. То есть твоя стажировка, она не была как бы связана непосредственно с дизайнерской работой, но как бы так косвенно. То есть ты вот именно... Нет, только дизайн. Я только ходила хвостиком за дизайнерами и смотрела все, что делают дизайнеры. А, ты смотрела и параллельно помогала им с ресерчем, да? Помогала им с какими-то другими. То, что вот они тебя просили, да? Ты им в общем-то идеала. Сама ты что-нибудь тогда рисовала или вот только дизайн? Ой, только ресерч? Нет, я рисовала сама, но это все было настолько плохим, что ничто это никуда не сделало. Ну, то есть пути своего не нашла, потому что ему это было очень плохо. Вот обычно. И правильно понимаю, это была бесплатная работа, да? Да. Да. Мы так договорились. То есть были вообще много стажировок, за которые платят. Вообще правильная стажировка, за которые платят. Правильно? То есть я говорю, поэтому я не уверена, что это можно назвать даже стажировкой. Но вообще бесплатных работ достаточно много. То есть даже когда я последний раз ушла с поколения работы и была такая какого-то свободная птица в полете, разговаривала с несколькими стартапами в разных стадиях. И в частности типа вот у нас деньги будут через три месяца. Хочешь работать три месяца бесплатно, зато потом мы тебе как бы дадим настоящие деньги, если мы их получим. Вот мы сто процентов уверены, что у нас, может быть, будут деньги. Знаешь, такой момент. Когда они, конечно, всех мотивируют, что деньги будут, но на самом деле точно никто не знает. В этой компании денег так и не появилось. То есть если бы я тогда ввязалась в эту авантюру, как бы и проработала три месяца бесплатно. Но был бы портфолио проект. Вот. Также с другими разговаривал тоже, которые предлагали, то есть мы вот этот благотворительный проект, там помогает мамам, детям и все такое. Нам нужен пробонодизайнер. Ну, знаете, лойеры работают пробонодизайнерами. То есть бесплатную работу найти можно. А как ты их вообще искала? На самом деле я недавно видела, получила вопросы от девушки. Она вот только приехала в США, у нее еще нет разрешения на работу, но она не хочет тратить свое время зря, и она готова именно волонтерить, работать бесплатно. Но она не знает, как искать, потому что, скорее всего, в крупной компании типа Facebook, ее на так называемую стажировку не возьму, потому что я думаю, что это как бы в принципе легально. А вот как бы через где-то каких-то маленьких стартапах, в принципе, возможно поработать, набраться опыта, записать себе в это в портфолио и просиживать, пока готовится твоя виза. Виза может готовиться полгода, год, сколько угодно. Вот как вообще искать такие волонтерские проекты? Ну, вообще, часто даже друзья могут что-то подкинуть. Например, если бы я сейчас так делала, я бы шла в какие-то акселераторы, где там TechCrunch или вот что-то такого рода, в годные этапы, знакомилась бы со стартапами. Facebook. Вот я лично часто встречаю что-нибудь подобное на Facebook, там в каких-нибудь мамских группах, там кто-нибудь обязательно пилит стартап для мам, что-нибудь там для детей, как найти детский садик, что-нибудь такое. То есть, ну и конкретно специфичные там дизайн-группы, то есть что-то такое. Везде стартаповские группы, там Austin Startup, знаешь, что такое группа, да? Austin Startup, как она называется? А там тоже что-нибудь такое вылезает прямо-прямо. Слушай, ну супер. Ну опять-таки нетворкинг, нетворкинг решает, да? Главное не сидеть на месте, главное пытаться где-то что-то найти, с кем-то пообщаться. Дядюка, вот там совет. Круто. Ну давай, давай расскажи, пожалуйста, про школу, в какой школе ты училась дизайну и вообще как это выглядело, чему ты конкретно училась? Да, я пошла в Austin Center for Design. Это нон-профит, ну он не дешевый нон-профит, он очень идейный и такой с миссией. Конкретно учат очень сильных, больше таких дизайн-финкеров, больше, может быть, даже ресерчеров с каким-то прикладным UI-скиллом. Вот, то есть фокус явно больше зачем и что мы делаем, и уже потом как конкретно это будет выглядеть. Я осознанно как бы шла в такую школу, потому что я понимала, что это то, что мне интересно. И это было 9 месяцев, и это было очень сложно. Это было настолько сложно, что несколько раз я даже думала, что просто физически этого не переживу. То есть совмещать с работой, это практически невозможно. В моем классе только одна девочка смогла совмещать, но она уже работала дизайнером. То есть ей априори все давалось уже легче. И на работе как бы поддерживали, потому что она работала дизайнером и хотела больше UX-юай, UX-скилл прокачать. Вот, а остальные все, даже кто начинал с работами, все их в процессе бросили, потому что было очень тяжело. Но я вижу четко, чем я отличаюсь от других дизайнеров, которые там прошли трехмесячные курсы в General Assembly. Что? Никак не могу сказать ничего плохого. Это тоже путь абсолютно другой, тоже абсолютно легит. И мне даже кажется, вот этот девятимесячный путь, он для таких как бы мазохистов. А есть пути легче, быстрее. То есть сложность будет в другом месте. То есть нужно будет там собрать портфолио, там нужно будет очень много самому там со всеми встречаться, убедиться, что портфолио вообще на уровне. То есть даст много скиллов, надо будет доработать самим. Но абсолютно легит путь. Три месяца, и ты готов. То есть путей зайти в дизайн много. Мне кажется, одна из самых легких профессий, которые... Из самых легких высокооплачиваемых профессий, в которые можно зайти буквально за три месяца. То есть ты училась девять месяцев, но также ты говоришь, что можно обучиться на других курсах три месяца, и, соответственно, также получить работу. Правильно ли я понимаю? Да, я на своем... Я видела людей в Остине, в том числе русскоговорящие, из Беларуси девочка. Вот закончила трех месячных курсов и устроилась на работу. Просто, ну, искала, наверное, один месяц. То есть вообще истории полно, они все заканчиваются. Более того, там даже ты не должен платить до тех пор, пока ты не найдешь работу. То есть ты оплачиваешь стоимость обучения, после того, как нашел работу. Ну, вообще, по-моему, просто прекрасно. То есть настолько большой дефицит специалистов, что, ну, уже... И на самом деле дизайн это не такая сложная профессия. Там половина успеха это здравый смысл. Поэтому, как бы, нужно только доучить. Ну, то есть если есть хорошая база, то есть я не уверена, что там, если ты выпускник школы и пошел такой сразу на трехмесячные курсы, я не думаю, что это пройдет. Но если у тебя есть какой-то опыт, который может частично транслироваться, и тебе нужно только дополнить какие-то гапы, которых не хватает, например, любой продукт может быстренько доучиться до дизайнера. Не любой дизайнер может быстренько доучиться до продукта. Ну, и много таких специальностей, которые... То есть чуть-чуть нужно только доучить дизайна, и будешь ценным специалистом. Ну, а вообще, вообще какие критерии были для поступления в школу? Были там какие-то особые требования, что вот без этого ты никуда не попадешь? Ну, на самом деле, это был такой достаточно скрытый от посторонних глаз процесс. То есть я не знаю, на основе чего они действительно выбирали. Ну, то есть надо было прислать портфолио, там, резюме, объяснить, что и почему, какая у тебя мотивация, потому что они все-таки идейные. И если там ты просто выпускник в школу, тебя скорее не возьмут, потому что просто, ну, тупо не хватает жизненного опыта. Ну, то есть нужно хотя бы какое-то, действительно, портфолио, как ты говоришь, да, которое ты наработала в рамках своей стажировки, да? Вот интересно, я на самом деле тогда почему-то не понимала, что портфолио, что стажировка может использоваться как место построить портфолио птиц. И вообще у меня не было концепции, это в голове, ценности портфолио, что вообще портфолио это то, что самое важное в профессии, да, для нахождения работы. И все, что у меня было в том портфолио для школы, это было просто какие-то мои сторонние проекты, то есть просто там ничего дизайнерского нет, то есть я ничего не дизайла до этого и дизайнить не умела, и показать мне было нечего. То есть все, что я покатывала, это то, что я, в принципе, умею мыслить, знаю какие-то бизнес-процессы, то есть какое-то знание у меня есть. То есть я помню, у меня были один проект по моему бизнес-проекту с фатиновыми юбками, который я начинала еще в России, и потом продолжила в Штатах. То есть просто вот как я опручу этот бизнес-процесс, как-то все налаживаю, то есть какие-то такие документы были. В общем, ничего конкретно related to design у меня там не было. Ну, то есть они посмотрели как бы в целом, что ты человек с головой, да, ты делаешь что-то руками, да, и умеешь мыслить, умеешь мыслить о бизнесе, и в том числе у тебя и психологическое образование, которое тоже очень важно, ну и в целом они решили, что ты отличный кандидат для того, чтобы попасть в школу. А вот ты говоришь, что у тебя есть знакомая, которая отучилась на General Assembly, да, вот ты не знаешь, там есть какие-то особые требования, или они всех берут? Надо спросить у нее. Хорошо. Да, она тоже делала какое-то партфолио, я помню, мы это чуть-чуть не обсуждали, но что-то тоже такое очень достаточно базовое было, я не знаю, какой у них там высокий конкурс, если я так понимаю, они тоже достаточно лояльны. Супер, я обязательно приложу ссылочку на твою школу, на General Assembly, и если ты мне поможешь еще, может быть, собрать какие-то ссылки, где можно обучиться дизайну в США, и что вообще здесь котируется, будет вообще суперполезно, чтобы уже люди, посмотрев это видео, пошли, записались куда-то и начали обучаться. Нет, но я все-таки должна сказать, что как-то приравняла AC4D и General Assembly в одну гребенку. Нет, все-таки AC4D, это Austin's Data for Design, это гораздо более глубокое образование, и даже прям то, что 9 месяцев, это очень много действительно ты идешь в поле, делаешь ресерч, все это вживую, по-настоящему, много менторов, то есть это просто уникальная среда и уникальный нетворкинг тоже, потому что все выпускники работают где-то успешно, и это вообще на вес золота, то есть если у кого-то есть возможность пойти в AC4D, я очень сильно рекомендую. Кстати, через два месяца заканчивается у них регистрация на Новый год, так что в январе начинается, по-моему, новый учебный год, так что, если кто-то хочет, очень рекомендую. Я, правда, очень благодарна, потому что это было одним из самых переломных моментов моей жизни. Закончить ты школу, ты просто был в золотой билет. Отлично. Как тебе школа помогла найти свою первую работу? Ну, говорю, школа меня научила многому. В общем, самое ценное, что-то научила. После школы я также начала ходить на все вот на все эти кофе-митинги, та же самая схема. То есть вообще я, на самом деле, после школы даже не очень понимала, так что все-таки я хочу делать. Я говорю, ну, я бы хотела делать все. А я говорю, ну, как бы, может быть, если ты определишь это, тебе будет легче найти работу. Вот. Ну, в общем, я встречала себя со многими людьми, но как в итоге я нашла работу, теперь я сделала портфолио на школьных проектах полностью. Они даже не сильно выглядели как школьные проекты, они прям выглядели лиджит, потому что мы работали с City of Austin, например. То есть это реальная компания, которому производили реальный продукт. Вот это одно из отличий нашей школы от некоторых других. То есть где-то все фейковые продукты. У нас был настоящий клиент, настоящие клиентские митинги и настоящие презентации и deliverables. А City of Austin, правильно я понимаю, что это город, это для Остина, да? Да. Для целого вы что-то делали, да? А что конкретно? Это какой-то веб-сайт, это приложение или вот что вы делали? Мы работали на civic engagement, то есть как вообще повысить вовлеченность граждан в городскую жизнь. И то есть мы все проводили свои ресерчи, и то есть мы все нашли свои файлинги, и потом мы это все обсуждали с City of Austin, чем можно работать, и каждый создал свой проект в итоге, как они могут повысить уровень вовлеченности граждан. И мы запустили все пайлоты свои, измерили успехи этого мероприятия. То есть каждый полностью вот прошел путь до запуска MVP. И у всех это было в итоге разное. Кто-то оказался в итоге с диджитал продуктом, кто-то оказался не с диджитал продуктом. И так как эта школа, наша школа все-таки просто ты решаешь проблему, не застревая в том, что это должен быть ап. То есть это может быть все, что угодно, тебе нужно решить проблему. Потому что как ты ее решишь, это уже дело другое. То есть это на самом деле открывание, которые вообще... Потому что мы все такие пришли, ну все, когда нас будут учить, делать приложение? Они такие, а кто вам сказал, что это будет приложение? Вы уверены, что оно будет? Вот, в общем, это одна из тех вещей, которую мы не оценили в моменте, потому что ты говоришь, ну нам же на работе делать приложение? Почему вы нас учите дизайнить какую-то фиганю? Но в итоге, в итоге итогов процесс-то один, дизайн-тинкин, прочее, все как бы поиск правильного решения, он одинаковый. А уже потом, как это решение будет выглядеть, это дело десятое. Супер. А у тебя какое MVP было? У нас был комедий-шоу. Как это? Так и называлось. То есть мы шутили про политику. То есть мы наняли прям профессиональных комиков, комедиэнс. Не знаю. А комиков, я тоже думаю, да? Да. Стендаперов. Да, стендаперов. Они написали шутки, то есть все знали, что тема, то есть это не просто комедий-шоу, это все будет политические темы, какие-то, ну, городские, там, какие-то, кто-то писал больше про городские. Ну, кто-то там взял свои шутки, какие были, но вот замешали с этим всем. То есть не сто процентов шуток даже было на политические темы. Ну, то есть идея была, то есть в таком более легком формате, чтобы молодежь пришла. И, то есть там же стояла бурса, где можно было register to vote, как зарегистрироваться. Ну, это американская такая тема, да? Зарегистрироваться. Голосование. Да, да, да. То есть, в общем, вот в таком формате мы собрали очень много. Все будки, которые настояли, все вообще перевыполнили свои планы. То есть молодежь пришла действительно, которая вовлечена. Было интересно. Да, я могу представить, потому что это, получается, ты училась в семнадцатом году. В шестнадцатом году были выборы, на котором победил Трамп. И я уверена, что в осени город, в городе, который не поддерживает Трампа, да, который демократический город, я думаю, что эта тема стояла особенно остро. Отлично. Ну вот, скажи, пожалуйста, правильно я понимаю, что твоя первая официальная работа, оплачиваемая, была Home Depot. Home Depot, для тех, кто не знает, это огромный ритейлер товаров для дома, для стройки по всей Америке. То есть, вот, наверное, первое, куда я поеду, если я куплю себе дом, да, я поеду в Home Depot, покупать там все, да, от досок до мебели, до цветов, там, декораций и так далее. Такой, как бы, альтернативный вариант Икеи, но более углубленное именно в строительство. Вот. Расскажи, как долго ты искала эту работу? Вообще практически не искала. То есть, мы закончили школу в мае, я уехала в Россию на два месяца восполненную, потому что мне просто нужно было выдохнуть. А вернулась, начала собирать портфолио, только вот оно появилось в какой-то форме, в которой можно было делить, я там стала со всеми собирать фидбэк и встречаться на кофе. И вот в том числе, то есть я начала составлять список, куда я хочу заплавиться вообще. Но так как я уже со многими-многими встречалась, вот я написала одному человеку, то есть я начала изучать вообще какие-то компании, в остине что есть, и вот нашла Home Depot, статья на Medium была про проект-дизайн-процесс. Мне так понравилось, думаю, ничего себе. Я-то хотела типа, не, Enterprise, это не для меня вообще большие компании, это не для меня, я хочу стартап, что-то там мод, стильно модно-молодежно, а не какое-то вот это вот ваше бюрократия. Вот. Но когда я начала читать проект-дизайн-процесс, мне прямо очень понравилось, я заинтриговалась. Думаю, ничего себе, надо узнать. И давай искать на LinkedIn, кто работает в Home Depot. И нашла одного мужчину, и у нас с ним были общие друзья, общие connection на LinkedIn. Ну, я подумала, ну что, ну напишу. А он был senior manager, то есть title у него был. Ну, я как-то не очень понимала, что я еще в title, поэтому подумала, ну, пойдет. Оказывается, он был hiring manager, и у него была вакансия. Вот. Она была контрактная позиция, и тогда я как бы не очень понимала вообще ничего. Ну, да и сейчас я очень позитивна с контрактной позицией. Вот. Ну, в общем, он меня просто позвал. Он говорит, ну, пришли, что у тебя есть. Типа, на кофе не пойду, но пришли. Я пришла, он говорит, что-нибудь еще есть? Я говорю, завтра утро будет. Всю ночь, значит, сижу, делаю. То есть, как-то школьный проект просто собрала в кучку, чтобы можно было как-то презентовать. Оказала, он говорит, ну, давай встретимся, она неформально, просто приходи в офис. Ну, я пришла в офис и получила работу. То есть, был контракт, и нужно было кого-то вот прямо сейчас. Все. Одно собеседование. Супер. Вообще, что такого ты ему написала в сообщении? Я часто слышу, что холодные сообщения в LinkedIn нифига не работают. Люди просто игнорят, не отвечают. Что такого ты там ему сказала? На самом деле. Секретный соус был в том, что я добавила Хэнсом, то есть, компания, которая проходила эту а-ля стажировку, в свою резюме на LinkedIn. А Хэнсом делал для Home Depot какой-то проект, какие-то лоудеры красивые, там, пару лет назад. И у него в голове было, а, ну, она же с Хэнсом, значит, я их знаю. Их-то я знаю. И как бы вот, все. Вся история. У него был очень простой процесс, потому что он как бы из компании, которую он знал. Все. Супер. Ну, это еще раз подтвердяет то, что очень важно изучать человека, которому ты пишешь, и найти какие-то общие точки прикосновения или что-то, что его конкретно может заинтересовать. То есть, ты не просто в лоб написала. Hi, John, I want to work at your company, да? Что такое? Let's have a coffee together, да? Да. То есть, я вообще ничего про wanna work. Я конкретно сказала, я сейчас вспомню, что написала. Во-первых, да, что я вот проходила службу Хэнсом, и я видела, что вы работали с ними, что-то было-бла-бла. И потом я прочитала статьи вдруг на Medium, и так вообще мне понравился ваш дизайн-процесс. Давай поговорим. То есть, если бы я тогда понимала, что он Хэринг-менеджер, я, может быть, как-то по-другому бы сформулировала. Но так как я не понимала, думала, просто человек, который работает в компании, в которой я рассматриваю, и вот работала. Очень круто. Ты упомянула, что ты пошла работать на контракт. Расскажи вообще, что это такое работать по контракту, да? И в чем разница с full-time employee, когда ты официальный сотрудник компании? Ну, глобальная разница в том, что контракт могут в любое время прервать, да? То есть, и нет каких-то плюшек. То есть, надо смотреть, что твоя контрактная компания. Ну, обычно большие компании все-таки делают контракт через какую-то компанию. То есть, что они предлагают в плане бенефиц? То есть, ты не получаешь те же самые бенефиц, что получают все сотрудники в компании, на которой ты работаешь. Ну, и там. В Комдипо это было, в частности, мне нельзя было ходить на корпоративные ивенты с едой. Ну, то есть, такое. Да, море какое. И на All Hands нельзя было ходить. Ну, и мне не дали сразу этот фарфук. Оранжевый фарфук, да. Ну, то есть, никто меня не прикинул никак диктанты. То есть, я абсолютно себя нормально там чувствовала. И когда у них появилась возможность, они меня устроили нормально. Да. Я еще слышала, что на контракте могут не давать страховку, да, или давать какую-то хуже страховку, да. Что, в принципе, достаточно важно в США и болезненно. То есть, если вы выбираете контрактную, рассматриваете контрактную позицию, обязательно изучите, что у них со страховкой. Конечно. Дальше на контракте нету отпуска. То есть, фактически ты работаешь по часам и должен каждый день или каждую неделю отчитываться, сколько часов ты проработал. Если ты берешь отпуск, соответственно, ты получаешь меньше денег, да. Поэтому на контракте нужно всегда это не гашейтить очень хорошо. То есть, учитывать все эти минусы и квадрата, соответственно, выше. То есть, нужно прям математику посчитать. То есть, мне нужно столько в год, сколько часов нужно работать. То есть, все такое. То есть, математику, да, я считала. На самом деле, с первой работой я сейчас еще смешнее историю расскажу. Так как мне нужно было работать за любые деньги, там было в аппликейшн, типа, сколько желаемая зарплата. Я написала 35 долларов в час. Мой менеджер подумал, что я ошиблась. И моя первая зарплата была 50 долларов в час. Да, да. И действительно важный факт, что контрактная работа, она именно почасовая. Ты должен говорить свою часовую ставку. Не каждый человек может до схода вот так вот оценить свою часовую ставку. Действительно, нужно брать калькуляторы. В онлайне очень много калькуляторов, где ты можешь, там, допустим, если ты знаком с годовой ставкой, ты вводишь годовую, понимаешь свою часовую. Да, и дальше ты ведешь табличку, калькуляцию, да, вычитаешь оттуда выходные дни, потому что, ну, в США в плане праздники, да, потому что в США много разных праздников. Около 10, наверное, праздников, когда люди просто не работают. Да, и в эти дни ты будешь терять свои деньги. Вычесть отпуск, вычесть потенциальный, да, больничный, и как бы сбалансировать свою часовую ставку с тем, что ты желаемо хочешь получать в год. Да. И на самом деле контрактные компании все это понимают, и будешь точно не первым все это спрашивать, все это высчитывать. С последней, я дважды работала по контракту со второй моей компанией, я прямо очень жестко не гашитила на эту тему, то есть прямо сильно давила, говорю, ребята, вы посчитали, просто умножили типа на год и вычислили вакейшн, но больничный и все такое, в общем, в реальности столько людей не работают, в общем, надо еще больше, надо больше денег, и они пошли мне навстречу. Ну, давай я добавлю 2 месседжа здесь про контракт. Я большой фанат контрактов, как первая работа, и вообще, когда, ну, тебе не приходится забирать, контракт будет гораздо легче получить. Даже если контракт прервется, чаще всего, там, за 3 месяца ты уже получишь портфолио ПИС, это все, что тебе нужно. А для любой работы, если ты ушел с работы без портфолио ПИСа, как, ну, ты поняла, портфолио без проектов портфолио, это была работа на ветер. То есть главное продержаться 3 месяца и сделать какое-то, что-то, что можно унести и показать. Я здесь работал. Контракт был короткий. То есть это уже такой олдскул думать, что кто-то будет судить о продолжительности твоей работы в своем резюме. Это очень. Если они так судят, то можно туда сразу не идти. Плохая компания. То есть это нормально воспринимается. Люди уже комфортно с контрактами. И да, действительно, контракт бывает трехмесячный, шестимесячный. Ничего такого с финансами не надо. Про страховку и про отпуска. Да, то есть мне был плюс в том, что отпуска я брала, когда захочу. То есть это плюс. То есть я устала. И мне не нужно никого отпрашиваться. То есть я брала в итоге больше двух недель. То есть все получали две недели. Я брала сколько захотела, потому что, в принципе, ну, мне это было нормально потерять деньги, но сходить отдохнуть. И про страховку. Вот опять же, если идешь через контракт с адженцией, то у них будут вообще вполне приличные страховки. И вот даже на моей второй работе моя страховка через контракт была вообще ничуть не хуже, чем та страховка, которая была у остальных сотрудников. То есть нужно внимательно смотреть, но в целом это никакой небольшой не дьявол, зато гораздо легче получить. То есть меньше собеседований всегда. То есть если обычно у нас даже в компании на контракт одно собеседование и ты устроен, если на фулл-тайм, то это трюк, как минимум. Да. Из контракта есть шанс перейти на фулл-тайм. Ну, грубо говоря, можно... Да, очень высокий. Да, да. То есть, например, в Home Depot сейчас нанимают только контракт to hire. У них очень мало-мало вакансий, которые вот прямо вакансии-вакансии. В основном это контракты. То есть потом ты уже здесь. И вместо того, чтобы искать какой-то новый ресурс, если ты делаешь нормальную работу, им проще вот тебя уже здесь взять. То есть если у них есть открытая нормальная вакансия. То есть у нас, вот пока я работала односторонный год, там все контрактники, все до единого перешли на фулл-тайм. Да, да. Ну, то есть можно как бы сказать, что контрактная работа – это такой более долгий испытательный срок. В России берут на испытательный... Там в России есть испытательный срок – три месяца, в течение которого вот они решают брать тебя как бы в штат или увольнять, да. Но здесь получается контракт, он может быть немножко дольше, это может быть шесть месяцев, это может быть год, но в итоге все равно ты можешь перейти в штат, если ты хорошо себя зарекомендуешь. Ну, знаешь, я бы сказала, что во второй стороне это также испытательный срок для компаний. Вот я работала вот с предыдущими компаниями, я проработала там шесть месяцев, они начали готовить для меня документы на переход на фулл-тайм, и я поняла, что я не хочу. И я ушла. Просто говорю, извините, никому ничего не должна объяснять, получается, что просто я не хочу переходить на фулл-тайм, просто не хочу. Давайте разрывать контракт, и это было вообще безболезненно, легко, и в общем, взошлись, взошлись. Ну, в США уйти тоже можно, тоже очень просто. Здесь employment at will, да, никто тебя не будет заставлять работать, то есть, в принципе, ты просто говоришь, что, слушайте, чуваки, я больше не хочу у вас работать, даже на фулл-тайм, и, ну, как бы так же, так же уходишь. Это более такое психологическое такое. Ну, в общем, мы с вами и не женились. Согласна, да, отличная аналогия, отличная аналогия. Расскажи, пожалуйста, после того, после Home Depot, как ты искала работу, и было ли тебе легче искать работу после Home Depot? Хотя я понимаю, что Home Depot ты нашла достаточно легко, но мало ли что, расскажи. Да, то есть у меня уже было хорошее имя в моем резюме, и это очень сильно помогает, особенно когда такое в массовом потоке, то есть это сразу дает бал. Я, то есть я ушла из Home Depot по собственному желанию, потому что мы переехали в Мексику. То есть это было такое, как бы, не профессиональное выгорание, а такое ковидно-двухдетное выгорание. Вот, то есть мы решили, что просто Live Style важнее сейчас, и несмотря на то, что я очень любила свою работу, и всем рекомендую идти в Home Depot, особенно вот если первая-вторая работа, потому что мы очень налажены процессы, то есть прямо можно научиться правильному дизайну. Это немногие интерпрайсы вообще такое могут, вообще Home Depot прекрасное место для работы. В общем, ушла я, значит, в декабре, вот когда пандемия началась, то есть и я не работала. Три месяца я прямо отдыхала и вообще пыталась понять, что я хочу делать. И где-то уже к началу, ближе к марте, то есть я в середине декабря ушла, февраль вообще, не март, февраль я просто плотила в Мексике, мне было очень хорошо. Ну, нет, кого-нибудь серьезно отдавать. Я хотела, значит, что-то меньше часов в неделю, но что-то ничего не стало. И, в общем, я запостила, и у меня несколько друзей, которые уже знали, что я ушла, то есть начали какие-то разговоры. Ну, я думаю, ну, дай-ка напишу на LinkedIn. И купила опять этот платный аккаунт. Я всегда, когда ищу работу, опять покупаю, потом опять отписываюсь. Купила этот платный аккаунт, опять написала, типа, я ищу работу, и написала ноут, типа, вот я ушла из Home Depot, и вот ищу что-нибудь более flexible, более такой, на самом деле все, что я искала, это по-настоящему ремоут, удаленную работу. И мне в первую неделю написалось 70 рекрутеров. Я просто была вообще, я не могла это менеджерить, это было очень много. То есть я уже забывала, кому я что... Сначала стали спредшипы, кому я что сказала, кому какую я зарплату сказала, с кем, когда у меня собеседование, я сижу так-так, собеседование, кто они еще раз? То есть я поняла, что это вообще слишком много, не sustainable. То есть, потому что, как я сказала, дизайнер сейчас в очень большом спросе, особенно с опытом. Хоть какой-то, ну, то есть один нормальный, legit компании есть, ты уже опытный, нужный сотрудник. Вот и все. То есть я тогда остановила, то есть кто вот в первый там день написал, я говорю, так, сейчас я запроцесслю вот эту вот кучу. И я получила тогда шесть, по-моему, оферов. То есть какие-то были прямо вот уже все, прямо вот официальные пути, какие-то были, что вот точно уже обсуждаем зарплату, все такое, но еще без бумажек. То есть я уже сидела и выбирала, куда я хочу пойти. Там в том числе были вот... И в основном все оферы, это были, раз большая масса, даже не те, кто вот эти 60-70 рекрутеров, а бывшие коллеги. То есть самое главное в жизни найти первую работу. Потом первую работу все, ну, как бы нужно просто строить отношения на работе и переходить пачками. У нас, на самом деле, у меня есть история, как у нас ребята вместе работали в General Motors. Это было 3-4 дизайнеров. Потом они вместе перешли в Home Depot. Потом они вместе перешли в Dell. Потом сейчас они вместе перешли в Walmart. И мы с ними разговаривали, ну, что-то когда к нам? Типа я Dell пропустила, они меня тоже звали, у меня, то есть вообще очень уже все было на мази пойти в Dell. Я так не хотела. И, в общем, я выбрала другую работу, но это просто очень забавно, потому что один устраивается и нанимается остальной. Это, ну, так работать, потому что если ты любишь работать с какими-то людьми, тебе комфортно и замечательно, они делают хорошую работу, то, конечно, как только появляется вакансия, ты их забираешь к себе. Вот. Поэтому вот это к слову о том, что отношения, отношения. Вот, ну, в общем, в итоге я из всех этих, вот из всего, что на меня свалилось тогда, я выбрала одну, которая мне очень понравилась, то есть она была ремонт бренды, она была контракт, и поэтому очень ремонт бренды. И платили много денег. Вот. И, в общем, не очень, не самые объективные критерии, то есть я не очень их проинтервировала тогда, то есть не очень оценила, хотя никакой спешки не было, просто с моей стороны, с их стороны была спешка, они там очень-очень сильно хотели, и вроде как леджит, ну, и я пошла. Хорошо. То есть снаружи легче. Да. Так где ты в итоге училась хардскиллам вот именно вот рисовать? Все пытаясь понять, потому что я так понимаю, что на стажировке ты не рисовала, в школе тоже в основном, я не знаю, была вот психология, где ты, когда училась рисовать? Так я и не умею до сих пор, по-моему. Нет, ну, то есть в Комдип это уже было что-то, то есть там была дизайн-система, уже полностью разработанная и работающая, то есть нужно было только додизайнивать, чего не хватало. И, ну, то есть, по крайней мере, какое-то долгое количество времени удавалось просто, никто не знал, никто не понимал, насколько мало я знаю. Вот. А на второй работе, то есть после двух с половиной лет в Комдип, на самом деле, я же что-то научилась, во-первых. А во-вторых, я уже научилась говорить, что я чего-то не знаю. И это очень сильно вообще просто помогло мне жить и работать и учиться нормально. То есть сейчас просто я уже, например, сейчас сеньор, да, вроде как-то думаю, что сеньор, наверное, должен же уметь уже все. Но нет, я много чего не умею. И я прямо говорю, я вот это никогда не дизайнила или я это уже очень давно не делала. Let me get back to you. I'll get back to you. So я просто беру, что и так, окей, я не умею. Например, вот на второй работе там были очень сложные таблицы, что-то, ну то есть сложные интеракции в таблицах. И я такая, ой-ой-ой, я не умею. Я никогда в Комдипа ни разу не дизайнила таблицу. Что, теперь я походь дизайнер? Ну, как бы, конечно, хотелось бы уже уметь сделать таблицы, но так получилось, что вот в моем опыте таблиц не было. Вот я сказала, как бы, подождите, сейчас пойду. Все, как бы, выходной, села, почитала, погуглила, там, в рабочее время села, почитала. То есть, и это нормально. То есть, все что-то не умеют, что-то не знают. Всех разный опыт. Не все переносится 100%. То есть, какие-то, например, что я делала в Комдипа, я больше никогда не делаю. И даже обидно, что как-то теряю скилл. Вот. Но в каждой работе какие-то новые сложности, новые нюансы. И абсолютно нормально чего-то не уметь. Так что рисовать я толком так и не умею. То есть, в Комдипа была готовая дизайн-система, в моей следующей компанией была готовая дизайн-система. Вот где я сейчас работаю, здесь нет дизайн-системы. Слава Богу, что это не моя первая работа. Потому что я бы сошла с ума. Потому что надо было бы все это дизайнить. Но сейчас, благо, Figma тоже в плане tools. Сейчас Figma набирает такие обороты. Там уже есть все. В общем-то, все компоненты. То есть, только складывает цвет. И шрифт я по-прежнему не знаю. В какой-то момент я, наверное, выучу. Но вообще, как продакт-дизайнер. Это мой первый тайтл продакт-дизайнер. Я всегда была ее UX-UI или архитектор. UX-архитектор. То есть, это первый продакт. Я думаю, как продакт, на самом деле, я должна бы уже это уметь. Но, увы и ах, не умею. Что же, интересно. Может быть, тогда вкратце расскажешь, чем отличается UX-UI от продакта. Возможно, надо в самом начале это обсудить. Но, тем не менее, раз мы этого коснулись. Ну, на самом деле, это все очень условно. Очень условно. Просто обычно, когда люди ищут продакт-дизайнера, они имеют в виду, ты должен уметь делать все. Когда люди говорят, что ты UX-UI, все-таки больше вот узкий. То есть, никто там тебя иконку и иллюстрацию не будет никогда просить. И даже вот визуальный дизайн. У меня иконку и иллюстрацию, слава богу, никто не просит. Но все равно ожидание, что я могу полностью с нуля сделать проект. Но я, например, с цветом, я не могу составить правильную палетку из восьми цветов серого. То есть, так как в любой сайт ты начинаешь, тебе нужно color palette. Если там основные цвета я как-то еще могу сообразить по каким-то принципам, то вот правильно выбрать все серые цвета, чтобы они ко всему остальному подходили. Ну, я этого не могу. И тут меня спасают мои друзья из маркетинговой дизайнера, которые могут. Ну, в общем, такие, ну, как я сказала, все чего-то не могут. Не то, чтобы этим гордиться, но жизнь долгая, научусь. То есть, приспичит, научусь. Пока вот, ну, удавалось обходиться без этого. Да, абсолютно согласна. Я в своей специальности вообще product. Нету определенного вообще набора скиллов, который должен знать product. Мне когда часто спрашивают, а вот что должен знать product, какими тулзами должен уметь пользоваться product. Я говорю, слушайте, ну, вот вообще зависит от компании очень сильно, да, где-то требуется там аналитика, где-то требуются там какие-то определенные аналитические программы, которые они используют, где-то надо там сиквел поучить, да, где-то вообще ничего не надо, да. То есть, где-то есть дата аналиста, тебе просто нужно сформулировать свой запрос. И поэтому я тоже, когда вот устраиваюсь на работу, вот, ну, что дадут, с тем и буду работать, да. Что надо делать, то и буду. Вот не знаю, к сиквелу пойду, обучусь сиквелу и буду тогда использовать сиквел. Да. Ну и главное, я согласна, что главное, не врать там, не как-то выкручиваться, а сказать, что я что-то не знаю, но я могу пойти погуглить, поучить, там, посмотреть видео или еще что-то, да, и я там за, я это обучусь. Я вообще за нормализацию Гугла. Это нормально. И знаете, гуглить. Если ты говоришь, я не знаю, не хочу учить, это другой вопрос. Если ты говоришь, я пойду сейчас и разберусь, то вообще, по-моему, нормальный вариант. Да. Скажи, пожалуйста, вот сейчас ты на роли senior product designer, да, ты сейчас нанимаешь дизайнера? Расскажи, пожалуйста, на что ты смотришь при отборе резюме или портфолио, вот что для тебя важно? Вот это, кстати, интересный момент, потому что, когда человек оплается, он никогда не знает, а что мне на самом деле важно. А мне могут быть, мне, может быть, для одной и той же должности в разное время нужны абсолютно разные вещи. и человек будет думать, что это он что-то не так сказал или не так сделал. На самом деле вообще никакой его вины. Просто вот на эту конкретную позицию конкретно сейчас мне нужен кто-то другой. Например, у нас сейчас ушла девочка очень сильный визуальный дизайнер. То есть она UX, UI, мы все просто вот продукт-дизайнеры, но вот у нее был сильный скиллсет, который всей команде помогал, потому что мы всегда на ревью носили к ней, потому что знали, что вот она точно все моменты заметит, и все будет красиво. Вот. То есть я вакансия та же. Ну, я сейчас интервью и смотрю, у кого красиво, и кто умеет это все объяснить. То есть красиво не потому, что было уже красиво, а кто может это с нуля создать. Вот. То есть другой день, может быть, мне нужен кто-то вообще, кто больше вот разберется на какой-то новый сложный продукт, и кто сделает правильную архитектуру. Я буду искать это. И человек может не знать. То есть это очень сложно. Скорее нужно знать, что ты хочешь делать, и показывать это в своем резюме. И дальше уже просто подходит, не подходит. А не то, что там кто-то недостаточно хороший. А почему вы тогда просто в вакансии это не укажете? Допустим, здесь мне нужен там визуальный дизайнер, да, там Excellent Visual Skills, я не знаю, как это называется, да. Ну вот, допустим, да, чтобы человек уже сам себя отфильтровал и не тратил твое время. Ну да, до какой-то степени, да, мы это указываем. Но все равно в среднем оно... То есть это надо идти к рекрутеру. Сказать, мне вот в этой вакансии измени вот это слово. И часто, например, если нам очень сильно подходит человек, ну мы сделаем под него вакансию. То есть такое тоже возможно, что мы все-таки достаточно маленькая компания. Ну, в смысле, у меня очень маленькая компания, но дизайн-команда маленькая. Если прямо очень хороший человек, мы его возьмем. Пригодится. То есть всегда работы много, но всех хватит. То есть мы поэтому, да, до какой-то степени изменяем, но это все какие-то нюансы. Часто вот если, например, визуальный, это такой более яркий пример. То есть нам все равно нужен ее дизайнер, просто который сильнее визуальный дизайнер. А какие-то более вот такие вот, чтобы ты очень там грамотно вот что-то такое вот делал. Ну, не всегда даже можно объяснить в описании. Ну, мы стараемся, но все равно это часто достаточно на высоком уровне. Ну, в таком смысле на very high level, ты не поймешь. Но, например, когда мы искали конкретно под дизайн-системы, то есть нам нужен человек с опытом в дизайн-системах, то это легко указать. Мы так указываем дизайн-систему. То есть неважно, что ты звучишь, дизайн-система обязательно. Нужно быть очень опытным в этом деле. Ну, вот, допустим, ты отобрала себе, там, просмотрела портфолио, отобрала себе пул кандидатов. Ну, давай продолжим. Визуального дизайнера, да, у которого, ну, прекрасные всякие, да, визуальные, не знаю, образы, картинки, приложения, да, все цвета на месте, все супер. Дальше на собеседование, на что ты смотришь? Вот ты уже оценила hard skills, да? Проколю. Да. У нас, как проходит, например, у нас с начала интервью с одним дизайнером по, именно, hard skills, или про сколерию, или что такое, а потом, наверное, еще с Трэвисом, с хайринг-менеджером отдельно, и потом панелька из трех. У них будет продакт, девелопер и дизайнер. Я больше всего люблю сидеть на таких, потому что там очень, то есть там эти перекрестные вопросы, вот, больше как про отношения между коллаборацией, очень-очень важно, что мы на таких... Вообще поведенческое, это поведенческое интервью, по сути, вот это панельное интервью. Вот, то есть больше смотришь вообще легко ли с таким человеком работать. И когда мы встречаемся, обсуждаем, ну, ты бы хотел с ним работать? Или ты бы хотела к себе в команду? И, то есть, может быть, человек хороший, вроде бы все правильно говорит, отвечает, в команду бы не хотел, ну, вот, ну, не хотел бы. И вот вроде как, что это за субъективность такая? Ну, потому что in the end of the day hard skills можно все выучить, а если, ну, если человек готов учиться, если он подходит вот по ценностям, вообще по подходу. То есть если с ним будет приятно работать, то hard skills разберем все. Ну, то есть, и к заключению, как я сказала, если уж конкретно совсем как бы далеко от того, что мы ищем, но это обычно уже рекрутер или вот первый hard skills дизайнер оттекает. Ну, вот ты лично по каким критериям отказываешь? Вот что ты поняла, что нет, я не хочу с таким человеком работать. Что он должен сделать на интервью? Когда, если начинают обвинять других, это для меня сразу большой red flag. Если, например, мы говорим, а вот это вот почему решение было такое принято? Ну, потому что, знаете, product вот сказал вообще, не собрал им там, ну, оно должно было нормально работать, но вот разработчики вот так сделали. Нет, не хочу, не хочу. Это сразу нет. То есть, да, это вот тыкание пальцем и перекладывание ответственности на кого-то. То есть, я знаю, что бывают такие моменты, и у меня тоже были такие моменты, когда действительно я вроде как сделала все правильно, а кто-то, кто-то все сделал неправильно, и поэтому так получилось. Но если ты не можешь, то есть, понятно, что на интервью такое говорить нельзя, и если ты не можешь достаточно правильно выразить свою мысль, никого не обидеть, значит, ты очень недипломатичный человек. А в работе эта дипломатия пригодится. Да, особенно, я думаю, людям, которые только приехали из Восточной Европы, дипломатии точно надо учиться. Скажи, пожалуйста, вот ты упомянула в самом начале, что у тебя, бро, очень плохой уровень английского. Насколько важен английский для дизайнера, и как ты его учила? Да, вот английский очень сильно важен, потому что это тоже то, чего я никак не ожидала, потому что я думала, что все-таки будешь большую часть дня сидеть, рисовать. Ну, у меня где-то процентов 70 митинги, процентов 30 рисовать. То есть, на самом деле, гораздо более важно уметь обсудить, услышать, то есть принять решение, то есть очень много именно принятия решений, которое основано обычно на многих факторах, исходящих из разных людей, и только потом нарисовать. И к этому я была вообще не готова, и было очень сложно и в школе. Ну, в школе уже как бы тренировали, но у меня в школе был все еще плохой английский. На первом году вот в Home Depot было очень тяжело, вот прям объективно очень тяжело, прям до слез. То есть я такая умная, а никто не знает, потому что, ну, не могу. Ну, то есть в дополнение к тому, что я нова в дизайне, я еще и не могу ничего объяснить. Вот, и мне требуется там 20 слов, когда американец объяснит в пяти. Ну, тут уж как бы да, и что теперь? Ну, то есть вот так. Такая реальность. Начинаешь ты так. Кто-то иначе начинает. Ну, просто надо пережить и прикладывать усилия, чтобы ускорять и записывать все эти короткие фразочки, которые, можно сказать, где-то слов нет. Были ли у тебя какие-нибудь казусные ситуации или проблемы в Home Depot, когда ты вот только начинала, и вот, ну, именно связаны с твоим плохим английским? Ой, да полно. Вообще миллион. Даже я там спредсчет не всегда правильно писала. Через букву А. Да, да, да. Ну, то есть вообще настолько полное непонимание. С прямой линейностью было очень много проблем. То есть мне все говорили, что они называли себя passionate. То есть я на самом деле очень passionate, но обычно, когда называют человека passionate, это означает, что ты немножко слишком горячий, прямолинейен и агрессивен даже, то есть по американским меркам. То есть у меня очень много было проблем с soft skills, и я прям очень намеренно над ними работала, прям отслеживала и прям смотрела, думаю, так, вот этот человек мне очень нравится, как он это говорит. То есть мне очень нравится этот стиль. То есть есть люди, которые, ну, в американской культуре, которые очень сильно все сглаживают, и в итоге как бы никакому результату это не приводит. Все, все друг друга погладили и разошлись. То есть у меня так мне не нравится. Есть кто вот прямо слишком прямо, как я вот был? То есть типа нет, bad job. То есть тоже нет. И вот начала прям внимательно присматриваться, как эффективные коммуникаторы выражают свои мысли. И, в общем, какие-то паттерны уже в голове начали формулироваться. Книжек несколько, потому что по этой теме тоже прочитала, может потом указать. Сейчас не буду вспоминать название. Да, обязательно пришли названия, я тоже приложу их к описанию с видео, чтобы... Я тоже с удовольствием почитаю. У меня постоянно там через какое-то определенное время комментарии типа Anna, you are so direct, называют меня direct. Да, да, да. Вот. Отлично. Расскажи, пожалуйста, какими качествами должен обладать продуктовый дизайнер, и каждый ли человек может быть продуктовым дизайнером? Ну, мне вообще кажется, каждый человек может быть кем угодно, и, в частности, работа разовьет качества, которые, если их сразу не было, в работе разовьются. Но в работе дизайнера, если таких специфичных, в том, что действительно нужно иметь очень большое уважение к другим людям, очень высокий уровень эмпатии. Наверное, уровень эмпатии может быть, не знаю, насколько специфичный дизайнеру, как, в принципе, человеку, работающему в команде. То есть нужно понимать и пользователей, и членов команды. То есть от таких каких-то специфичных умений работать с complex information, много вводных, стараться не быть biased, как предвзятым к чему-либо, что тоже бывает очень сложно. Но это такие скиллы, которые могут пригодиться во всех профессиях, поэтому мне даже сложно сказать, чем дизайнер такой отличается. Просто если ты любишь что делать, и то понять, что это... Кто-то любит больше сидеть дизайнер. Я, например, больше люблю разговаривать, поэтому я больше разговариваю. Если бы я больше любила дизайнера, то даже внутри моей компании мне бы нашлось место. Вот у нас есть дизайнеры, которые сидят и рисуют или не хотят проводить ресерч. Я буду проводить ресерч даже под страхом пытки, что мне этого делать нельзя. Я просто пойду в Starbucks проводить ресерч. То есть, потому что для меня голос пользователя очень важно. То есть, но если говорить про скиллы, даже не знаю. Мне кажется, что материальный дизайнер это просто здравый смысл и набор софт-скиллов. И какие-то... И там, и 10% хард-скиллов. Ну и да, и, соответственно, зависит от того, какой именно ты дизайнер. Ты можешь общаться, можешь не общаться, ты можешь рисовать, можешь не рисовать, можешь делать ресерч, можешь не делать. Это, в принципе, достаточно широкая такая учительность, да, и ты можешь для себя подобрать действительно все, что тебе важно. Ну, это последний мой вопрос. Что ты можешь посоветовать людям, которые ищут работу в IT, ну, вот, хотят начать работу в IT, но не знают как? Ну, сначала, наверное, полезно определиться, что такое вообще IT, потому что это очень большое такое, да, широкое, то есть, помимо, где-то видела, по-моему, в LinkedIn тоже совсем недавно, что там 60 или 70% людей думают, что все IT-специалисты знают хотя бы один язык программирования. Я не знаю. Я не знаю, но я когда только начинала вот свой путь, HTML, CSS, как бы училась немножко верстать вот совсем базовые, базовые вещи. Ну, как полезный скилл, полезный для дизайнера, вообще не спорю, но необязательный. Рекомендации людям, которые хотят... А, рекомендации, рекомендации. Ну, да, начать, во-первых, понять, что ты именно хочешь делать, что ты любишь делать, в чем бы ты хотел развиваться, потому что действительно работа, вот у продавца, например, у дизайнера работа может быть очень-очень похожая. Вот у меня очень похожая работа на работу продакта, потому что мне это нравится, потому что я ее сделала такой. Вот. Но если бы мне не нравилось, то я бы как бы сформировала ее в другую сторону. То есть понимание того, что ты хочешь, и, да, и познакомиться со всеми, с разными людьми, кто делает эту работу, и убедиться своими глазами, что они все подходят к ней совсем по-другому. Супер. Дружить с людьми. Вообще мы тут как раз с мужем недавно обсуждали, какие возможности, вот оценив, составь список своих самых, десяти самых главных возможностей в жизни, и какие из них пришли не от людей. Ну вот парочка буквально. Остальные будут, это все-таки кто-то, я с кем-то когда-то познакомился, или там в жизни, например, выйти замуж, с кем-то когда-то познакомился, там пойти на работу, с кем-то когда-то познакомился. Очень много чего приходит именно от людей через дружбу, через отношения. Можно это называть связи или блат, но на самом деле блат, это когда тебя устраивает, ты не квалифицирован. Связи, это когда тебя устраивает, потому что ты квалифицирован. Вот. То есть, и мне кажется, что нельзя вообще недооценивать, и все-таки в своем маленьком мирочке сидеть и, ну, пытаться чего-то достичь гораздо, гораздо сложнее, чем когда ты себя через слезы и через пытки, но высовываешь. То есть, конечно, это тяжело, но мне кажется, это настолько сокращает путь к успеху, что прям стоит пересилить себя, и даже если очень-очень сложно. И мне тоже на тебе кофе, видите, к слову, было очень-очень сложно и страшно ходить. И я прям готовилась и ходила так там по 15 минут и не решала зайти. И все вот это, но просто я точно знала, что сидя дома плаясь на вакансии, я никогда вот это не найду. То есть, нужно что-то принять, какое-то другое прочь, и это сработало. Вот поэтому, да, не бояться. Я согласна. Бояться и делать. Да, я прям упала в размышления по поводу того, что ты сказала, что все наши, ну, практически все наши какие-то достижения вообще в жизни, они связаны с коммуникацией с людьми, да, и действительно я пыталась вспомнить, да, что же я такого достигла, да, или вот, что не связано с другими людьми, да, и мне кажется, даже то, что я родилась, оно все равно связано, да, с моей мамой и папой. То есть, так или иначе, да, это что-то, вот, да, я получила какую-то определенную внешность, но даже нашу внешность мы все равно меняем, исходя из социума, там, из каких-то наших убеждений, какого-то другого влияния, там, все можно поменять, вот, розовые волосы можно сделать, а можно зеленые, а можно пол поменять, да, и в принципе, вот, как бы, да, я согласна, отлично, супер, спасибо тебе огромное, было дико интересно и полезно, даже вот для меня, работая в этой сфере, узнать какие-то все равно нюансы, спасибо, Маша, тебе огромное, приложу тоже твои контакты, если ты не против, чтобы люди смогли задавать тебе вопросы, если они вдруг захотят стать дизайнерами и что-то они не обсудили, потому что я понимаю, тема обширная, и за час мы вряд ли обсудили все, есть очень много разных нюансов, все, спасибо. Да, я вообще на миссии сейчас, я прямо люблю устраивать людей на работу, особенно, когда, ну, получается, если у меня есть какие-то коннекшены, я вижу, что может быть good fit, я всегда с удовольствием рекомендую, смотрю с удовольствием всех портфолио, даю фидбэк, то есть уже в какой-то момент, когда столько людей помогло тебе оказаться там где-то и сейчас, хочется give back, правильно, вот, поэтому, да, если особенно свежеприехавшие хотят стать дизайнером по-настоящему, а вот не просто потому, что я как-то казалась, что это легко, то, да, я с удовольствием помогу, чем могу. Вау, отлично, отличная помощь, отличное предложение, да, если вы ищете работу или хотите стать дизайнером, все, Маша, это ваше спасение здесь, в США. Все, спасибо огромное, пока-пока. Пока.